Крещение Господне Крещение Господне Здравствуйте! Ну, такая традиция действительно есть, но церковь говорит, что это необязательно. Никакого прямого указания на погружение в прорубь нету в церковном уставе. Ну, на самом деле, это не совсем так. Для того, чтобы очиститься от грехов, нужно исповедоваться, то есть принести Господу покаяние за свои грехи. А в купеле это лишь некий символ, символ такого духовного обновения, но не более того, то есть не очищение грехов. Традиция, причем, ну, добрая, хорошая, но абсолютно факультативная. То есть кто это делает? Молодец, замечательно. Кто не делает, церковь абсолютно не осуждает и не требует этого от людей. Люди символически омываются, воспоминая то, как Господь вошел в реку Иордан. Но, еще раз говорю, это все на уровне символов, на уровне вот таких вот традиций. Но необязательное требование. Церковный устав прямо предписывает освящение воды. Церковный устав предписывает употребление крещенской воды в пищу и предписывает окропление жилищ. Человек, во-первых, должен прийти на богослужение, в сам крещенский сочельник, в который, кстати, строгий пост по церковному уставу. Это 18 января утром. И там же происходит первое освящение воды. То есть во время богослужения, ну, в конце уже богослужения, верующий может набрать эту воду, привезти ее домой, ну, соответственно, для употребления в пищу. И то же самое верующий человек должен сделать 19 января, в сам день крещения Господня, богоявления, праздник. Тоже прийти на богослужение. Ну, если есть такая возможность исповедоваться и причаститься. Она обладает духовными свойствами, как мы веруем. Вот. Исцеляет души в первую очередь. Но если человек с верой приступает, то Господь посылает свою помощь. И мы знаем неоднократные случаи исцеления после употребления святой Великой Агиасмы, как мы называем. То есть это Великая Крещенская вода. По идее, она хранится у верующих весь год. И каждый верующий употребляет ее в течение года вот именно натощак. Тоже сложный церковно, скажем так, богословско-исторический вопрос. В церкви нет единого мнения на этот счет. Есть богословы, которые говорят, что освящается вся вода во всей Вселенной. Но есть и те, которые говорят, что освящается только та вода, которая освящена именно через великим чином освящения. Ну, однозначно мы знаем, что для дома, для употребления в пищу на весь год вода набирается именно в храме. Словом, окунаться в прорубь или нет – личный выбор каждого. Но когда этого делать точно не стоит? Мы спросили у врачей. Хрещанские купания привлекают не только людей, которые считают себя верующими, но и тех, кто заботится о своем здоровье и хочет таким образом оздоровиться, закалиться. Вот расскажите, действительно ли это помогает здоровью? Субтитры создавал DimaTorzok То есть окунаться в прорубь по разу в год скорее вредно, нежели полезно. Что вообще происходит в организме человека при таких резких перепадах температуры? Давайте перечислим, кому не стоит точно этим заниматься. Если человек все-таки решится в крещенскую ночь отправиться окунаться в прорубь, как сделать это так, чтобы был минимальный вред для организма. Можно ли закаливаться в малых дозах? То есть, например, человек не совсем здоровый, но он таким образом постепенно, потихоньку может действительно как-то помочь своему организму. Музыка Музыка Одна из русских традиций, русских забав – это сходить в баню и после парилки выбежать и прыгнуть в снег. Вот насколько это полезно. Музыка Так имеет ли вода на крещение особые целительные свойства? Каждый отвечает на этот вопрос согласно своей вере. Священники упоминают о случаях реального выздоровления прихожан. Ученые объясняют это эффектом плацебо. Ясно одно – для погружения в прорубь требуется подготовка, как духовная, так и физическая. Врачи при этом напоминают – забота о здоровье сейчас особенно важна, поэтому соблюдать меры безопасности стоит в любом случае. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok